Ну что ж, всем привет! Вы снова на канале Skyward, с вами я Вадим. И я продолжу вас знакомить с романом Колин Гувер «Все закончится на нас». История с интересным концом, с нарастающим напряжением, так что далеко не расходитесь. Я смотрю, вам, мне кажется, не очень этот роман приходится, но, поверьте на слово, «Все впереди самое интересное». И кто еще не сходил, не посмотрел этот фильм с таким же названием, то рекомендую. Итак, вы на канале Skyward, с вами я Вадим. Колин Гувер «Все закончится на нас». «Что ты делаешь с этими бедными цветами?» – раздался голос Алиса у меня за спиной. Я защелкнула еще одну серебристую шайбу и спустила ее по стеблю. Это стимпанк. Мы обе сделали шаг назад и полюбовались букетом. По крайней мере, я надеялась, что она смотрит на букет с восхищением. Оказалось, что букет выглядит даже лучше, чем я думала. Я использовал цветочный краситель, чтобы превратить несколько белых лорос в густофиолетовые. Потом я украсила стебли разными элементами в стиле стимпанк, крошечными металлическими шайбами и колесами. И даже прикрела часы к коричневому кожаному шнурку, который удерживал цветы вместе. Стимпанк – это такой тренд. Что-то вроде подвида фантастики, но он распространяется на другие области. На искусство, на музыку. Я развернулась к Алисе и улыбнулась, держа букет. А теперь и на цветы. Алиса взяла у меня букет и подержала их перед собой. Он такой необычный. Но мне очень нравится. Она обняла букет. Могу я его взять? Я потянула цветы к себе. Нет, они для официального открытия, они для продажи. Я забрала у нее букет и схватила вазу, которую сделала вчера. На прошлой неделе я нашла на блошином рынке пару старинных женских ботинок на пуговицах. Они напомнили мне о стиле стимпанк. И именно ботинки подсказали мне идею букета. После покупки я овымала ботинки, высушила их, а потом приклеила на них металлические детали. Как только я обработала ботинки клеем под модпотч, я смогла вставить в них вазу, чтобы налить в нее воду для цветов. Алиса, я поставила цветы на центральный стол. Я почти уверена, что именно это я хотела сделать со своей жизнью. Стимпанк, просила она. Я рассмеялась и повернулась к ней. Творчество, сказала я и повернула табличку на открытую на 15 минут раньше. Для нас обоих день оказался более суматошным, чем мы думали. Между заказами по телефону, заказами через интернет и заходившими клиентами на одной из нас не хватило времени на ланч. Ни одной. Тебе нужно больше служащих, констатировала Алиса, проходим ими меня с двумя букетами цветов. Это было в час дня. Тебе нужно больше служащих, повторила она в два часа, прижимая телефон к уху и записывая заказ одновременно звонком, вызывая меня к кассе. После трех часов в магазин зашел маршал и спросил, как дела. Алиса сказала ему, ей нужно больше служащих. Четыре часа я помогла женщине отнести букет в машину, и когда я вернулась в магазин, Алиса как раз выходила, держа другой букет. Тебе нужно больше служащих, выпалила она в отчаянии. В шесть часов она заперла мне дверь, перевернула табличку, потом привалилась спиной к двери и сползла на пол, глядя на меня снизу вверх. Я знаю, сказала я, мне нужно больше служащих. Она только кивнула. Я подошла к ней и села рядом. Мы с клонями друг к другу головы посмотрели на магазин. Букет в стиле стимпанк стоял впереди по центру. И хотя я отказалась продать именно этот букет, мы получили восемь заказов на такие букеты. Я горжусь тобой, Лили, сказала Алиса. Я бы не сделала без тебя, Иса, улыбнулась я. Мы посидели так несколько минут, наслаждаясь отдыхом, который мы наконец сдали нашим ногам. Честно говоря, это был один из лучших дней в моей жизни. Но я могла, не могла избавиться от грусти из-за того, что Райл так и не появился. Он даже не прислал сообщения. Твой брат сегодня давал себе знать или нет? Спросила я. Алиса покачала головой. Нет, но я уверена, что он просто занят. Я кивнула. Я знала, что он занят. Мы обе подняли глаза, когда кто-то постучал в дверь. Я улыбнулась, увидев, что к стеклу прижимается Райл, прикладывая ладони к глазам. Наконец он посмотрел вниз и увидел нас сидящими на полу. Ха-ха. Легок на помине, сказала Алиса. Я подскочил и открыла дверь, чтобы впустить его. Как только я ему открыл, он тут же протиснулся внутрь. Я это пропустил? Да, я пропустил. Райл обнял меня. Прости, я приехал сразу, как только смог. Я обняла его в ответ. Все в порядке. Ты здесь. Все было идеально. Я радовалась тому, что он вообще появился. Ты идеальная, сказал. Он целует меня. Алиса прошла мимо нас. Ты идеальная. Перетразила она брата. Эй, Райл. Знаешь что? Он упустил меня. Что? Алиса схватила мусорную корзину и бросила ее на прилавок. Лилии нужно нанять больше служащих. Я рассмеялась, потому что она повторяла эти слова весь день. Райл сжал мою руку и ответил. Ха. Судя по всему, дела пошли хорошо. Я пожала плечами. Мне не на что жаловаться. Ну, то есть я не нерахирург, но я хороша в своем деле. Райл рассмеялся. Так. Ребята, вам нужна помощь с уборкой. Мы с Олесей приобщили его к делу. И он помог нам навести порядок после трудного дня. Мы уже все закончили, подготовили к завтрашнему открытию, когда пришел маршал. Он принес какой-то мешок и положил его на прилавок. Он начал вытаскивать комки из какого-то материала, потом бросил по комку каждому из нас. Я поймала свой и развернула. Это был домашний комбинезон. Мне достался с котятами. Бруинс сегодня играет. Бесплатное пиво. Одеваемся. Команда. Алиса застанал. Маршал, в этом году ты заработал шесть миллионов. Неужели нам действительно нужно бесплатное пиво? Он прижал палец к ее губам, закрывая рот. Этсс. Не говори. Как богатая девочка. Иса, это богохульство. Она засмеялась. И маршал выхватил комбинезон у нее из рук. Он расстегнул молнию и помог ей влезть в него. Как только мы все переоделись, мы заперли магазин и направились в бар. Никогда в жизни я не видел такого количества мужчин в домашних комбинезонах. Мы с Алисой оказались единственными женщинами в комбинезонах, но мне это вроде даже понравилось. В баре было шумно. Так шумно, что каждый раз, когда Берюинс забивали шайбу, нам с Алисой приходилось закрывать уши руками, спасаясь от криков. Примерно через полчаса отдельный кабинет на верхнем этаже освободился, и мы рейнулись вверх по лестнице, чтобы занять его. Там намного лучше, одобрила Алиса, усаживаясь на пол. Там было гораздо тише, чем внизу, но все же еще очень шумно по нормальным стандартам. К нам подошла официантка, чтобы принять заказ на напитки. Я заказала красное вино, и как только я это сделал, маршал подскочил на месте. — Вино, — взорван, — ты же в комбинезоне, ты не получишь бесплатное вино в комбинезоне. Он попросил официанку принести мне пиво. Но Райл сказал, чтобы она принесла вина. Алиса захотела воды, и это, — говорила маршала, — еще больше. Он попросил официанку принести четыре бутылки пива, и тут Райл не выдержал. — Два пива, красное вино и воду. Официанка была совершенно сбита с толку, когда отходила от нашего столика. Маршал обнял Алису и поцеловал ее. — Ой, как я смогу попытаться брюхатить тебя сегодня вечером, если ты будешь совершенно трезвая? Выражение лица Алисы изменилось, и мне сразу стало жаль. Я знала, что маршал пошутил, но единство ли это, но едва ли это понравилось. Всего несколько дней назад она говорила мне, насколько подавлено она себя чувствует из-за того, что не может забеременеть. — Я не могу пить пиво, маршал. — Тогда выпить хотя бы вина. Ты больше меня любишь, когда ты под хмельком. Он рассмеялся над своей шуткой, но Алиса оставалась серьезной. — Вино мне тоже нельзя, на самом деле мне вообще спиртное нельзя. Маршал перестал смеяться. Мое сердце пропустило удар. Маршал повернулся к жене и схватил ее за плечи, заставив смотреть ему в лицо. — Алиса. Она просто начала кивать. Я не знаю, кто заплакал первым. Я, маршал или Алиса. — Я стану папой? — закричал маршал. Она все еще кивала. А я просто вопила, как идиотка. Маршал подскочил на месте и закричал. — Я буду папой. Такой момент невозможно писать. Это надо было видеть. Взрослый мужчина в домашнем комбинезоне стоял в отдельном кабинете в баре и орал во все горло, что он станет папой. Он поднял Алису на ноги. И теперь они стояли вдвоем. Он поцеловал ее. И это был самый нежный момент, который я когда-либо и видела. Пока не перевела взгляд на Райла, я не заметила, что он жует нижнюю губу, как будто пытаясь остановить подступающие слезы. Он увидел, что я на него смотрю и отвернулся. Ничего не говори. Она моя сестра. Я улыбнулась, нагнулась к нему и поцеловала в щек. Поздравляю, дядя Райл. Как только будущие родители перестали целоваться, мы с Райлом встали и поздравили их. Алиса сказала, что ее уже некоторое время тошнило по утрам, но тест она сделала только этим утром, перед нашим официальным открытием. Она собиралась вечером рассказать обо всем маршалу, когда они вернутся домой, но не смогла больше молчать. Официантка принесла наши напитки, мы заказали еду. Как только она отошла, я посмотрела на маршала. Как вы с Алисой познакомились? Она лучше расскажет историю, чем я, ответила. Алиса скинула голову и подалась вперед. Я его ненавидела, призналась она. Он был лучшим другом Райла и вечно торчал в нашем доме. Маршал меня раздражал. Он только что переехал в Агайо из Бостона, и у него был бостонский акцент. Он думал, что акцент делает его классным. А мне хотелось дать ему плюху каждый раз, когда он начинал говорить. Она такая милая, сарказм прокомментировал Маша. Ты был идиотом, отрезала Алиса круглев глаза. Как бы там ни было, однажды мы с Райлом пригласили друзей с ночевкой. Ничего особенного, но родители уехали из города, поэтому мы устроили небольшое сборище. Там было тридцать человек, мешал сарал. Это была вечеринка. Ладно, вечеринка, не стала спорить Алиса. Я вошла в кухню, а там стоял маршал, прижавшийся к какой-то шлюхе. Она не была шлюхой, возразил он. Просто милая девушка. На вкус как чипсы. Читтос. Но Алиса так на него посмотрела, что он сразу замолчал. Она снова повернулась ко мне. На чем я остановился. Ах да, я начала на него кричать, чтобы он уводил своих шлюх к себе домой. Девушка так меня испугала, что убежала и больше не возвращалась. Кок-блогер, констатировал маршал. Алиса пихнула его плечом. Ладно. После того, как я ему обломала кайф, я бросилась к себе в комнату. Настолько меня смутило то, что я сделала. Это была чистой воды ревность. И я даже не понимала, насколько маршал мне нравится, пока не увидела его руки на заднице другой девушки. Я бросилась на кровать и заплакала. Через несколько минут пришел маршал и спросил, в порядке ли я. Я перекатилась на спину и выпадала. Ты мне нравишься, придурок. А остальное уже история, сказал маршал. Я рассмеялась. Потрясающе. Придурок. Хе, сколько нежности. Райл поднял палец и заявил. Ты опускаешь самую лучшую часть. Алиса пожаловала плечами. А, да. Итак. Маршал подошел ко мне, поднял с кровати и поцеловал меня теми же губами, которыми целовал свою шлюху. И мы процеловались с полчаса. Райл нас застукал и принялся вопить на маршала. Тогда маршал вытолкал Райла из моей спальни и целовался за мной еще целый час. Райл покачал головой. Ха, меня предал мой лучший друг. Я снова засмеялась, но он повернулся ко мне с серьезным выражением лица. Я целый месяц с ним не разговаривал, так я на него разозлился. В конце концов я это пережил. Нам было по 18, ей 17. И я мало что мог сделать, чтобы они держались подальше друг от друга. Вау, сказал я. Я иногда забываю, что у вас такая маленькая разница в возрасте. Алиса улыбнулась. Трое детей за три года. Мне так жаль моих родителей. За столом стало тихо. Я заметила, как Алиса извиняющимся взглядом посмотрела на Райла. Трое, переспросил я, у вас есть еще брат или сестра? Райл выпрямился, отпил пиво и поставил бутылку обратно на столик. У нас был старший брат, объяснил он. Он умер, когда мы были детьми. Такой великолепный вечер, и я разрушил его одним простым вопросом. К счастью, маршал в мастерске перевел разговор на другую тему. Остаток вечера я слушал историю о том, как они росли. Не уверен, что мне доводилось так много смеяться, как тогда. Когда матч закончился, мы вернулись к магазину, чтобы забрать машину. Райл сказал, что приехал на такси, поэтому поедет со мной. Прежде чем Алиса с маршалом ушли, я попросил его подождать. Забежала в магазин, схватила букет в стиле стимпанк и отнесла его к машине. Алиса просияла, когда я протянула ей цветы. Я счастлива, что ты беременна, но я дарю тебе эти цветы не поэтому. Я просто хочу, чтобы они были у тебя, потому что ты моя лучшая подруга. Алиса сжала меня в объятиях и прошептала на ухо. Надеюсь, он когда-нибудь на тебе женится. Мы еще будем лучшими сестрами. Она села в машину, они с маршалом уехали. А я просто стоял и смотрел им вслед, потому что у меня никогда в жизни не было такой подруги, как Алиса. Возможно, в моем настроении была виновата вино, не знаю, но этот день мне понравился. Все в нем. И мне особенно понравилось, как выглядит Райл, прислонившийся к моей машине и наблюдавший за мной. Ты по-настоящему красива, когда счастлива. Ох, ну что за день идеальный. Мы поднимались по лестнице к моей квартире. Когда Райл схватил меня за талию, прижал к стене и принялся целовать прямо на ступеньках. Шальной пробормотала я. Он рассмеялся и обеими руками схватил меня за ягодиц. Э, нет, это все комбинезон. Тебе стоило бы подумать о том, чтобы превратить его в твой деловой костюм. Райл снова поцеловал меня и не останавливался до тех пор, пока мимо нас кто-то не спустился по лестнице. Симпатичные комбинезончики, сказал парень, протискиваясь мимо нас. Брюинс выиграли? Райл кивнул. Ты один, ответил он, не глядя на парня. Отлично, откликнулся. Как только парень ушел, я отошла от Райла. Что такое с этими комбинезонами? В Бостоне каждый мужчина об этом знает? Он рассмеялся и сказал. Ха, все дело в бесплатном пиве, Лили. Он потянул меня за собой вверх по ступеньках. Когда мы вошли в Лили, Люси стояла у кухонного стола и заклеила коробку со своими вещами. Рядом стояла еще одна незаклеенная коробка. Я могла поклясться, что увидела там миску с хомгудс, которую покупала я. Люси обещала, что к следующей неделе выведет все вещи, но у меня было такое ощущение, что она собралась ввести часть моих. Ты кто? Спросила Люси, оглядывая Райла с головы до ног. Райл Кинклей, я бойфренд Лили. Бойфренд Лили? Вы это слышали? Бойфренд. Он впервые это подтвердил и назывался так с уверенностью. Мой бойфренд, значит. Я вошла в кухню и взяла бутылку вина и два бокала. Райл подошел ко мне сзади, пока я наливала вино, и его руки скользнули мне на талию. Ага, твой бойфренд. Я вручила ему бокал с вином и сказала, значит, я твоя подружка. Он чокнулся со мной. За окончание пробных отношений и за начало настоящих отношений. Мы оба улыбнулись и выпили вина. Люси сложила коробки друг на друга и направилась к одной двери. Кажется, я вовремя съезжаю, констатировала она. Дверь за ней закрылась, и Райл поднял бровь. Ха, кажется, я не слишком понравился твоей соседке. Ты удивишься, но думаешь, что я ей тоже не нравлюсь. Хотя вчера она попросила меня стать подружкой-невестой на ее свадьбе. Вероятно, Люси надеется на бесплатные цветы. А она та еще, Бройда. Райлер смеялся и прислонился к холодильнику. Его взгляд упал на магнит с надписью «Бостон». Он снял его с дверцы и удивленно посмотрел на меня. Ты никогда не выберешься из честилища Бостона, если будешь хранить сувениры о городе на холодильнике, как турист. Я со смехом отопролавал магнит и прилепил обратно на холодильник. Мне понравилось, что он так много помнит о нашей первой встрече. Это подарок. Он мог бы считаться туристическим сувениром, если бы я купил его сама. Райлер подошел ко мне, взял у меня из рук бокал свином, поставил оба наших бокала на рабочий стол, нагнулся ко мне и прижался к моим губам глубоким, страстным, пьяным поцелуем. Я почувствовал фруктовую сладость вина на ее языке, и мне это понравилось. Пальцы Райла добрались до молнии на моем кабинезоне. Давай-ка избавимся от этой шкурки. Он потянул меня по направлению к спальне и не переставал целовать, пока мы освобождались от одежды. К тому времени, когда мы добрались до спальни, на манне остались только трусики и бюстгальтер. Райл прижал меня к двери, и я задохнулась от неожиданности. «Не двигайся!» – попросил он, прижимая губами к моей груди, а потом его поцелуи начали спускаться вниз по моему телу. «О, Боже, неужели этот день может стать еще лучше?» Я запустила пальцы ему в волосы, но он схватил меня за запястье и прижал к двери. Райл поднялся обратно по моему телу, крепко сжимая мои запястья. Он предупреждающе поднял бровь. «Я же сказал, не двигайся!» Я постаралась прятать улыбку, но ее было трудно скрыть. Его губы снова поползали вниз по моему телу, медленно спустил мои трусики. То лодыжек Райл сказал мне не двигаться, поэтому я не стал их сбрасывать. Его губы скользили по моему бедру, пока, да, лучший, лучший день моей жизни. Итак, дорогие мои, это была очередная двенадцатая глава романа Коллин Гойер «Все закончится на нас». И вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. И, я так полагаю, до скорых новых глав, новых встреч. Мы с вами ознакомились уже с половиной книги. Как время, как быстро летит время. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова